Встречи в канун С участниками Праймерис и не только Встретился первый зам предпартии большинства Фейс ту фейс 46 видов госуслуг можно получить в сервисном Акимате Теперь и в Исыке Красота да и только Население Алматинской области приветствует внутренний туризм С рабочим визитом сегодня в Алматинской области Прибывает первый заместитель председателя партии Нуратан Бауржан Байбек В период проведения Праймериса он посетил одну из крупнейших В городе Капшигай первичных организаций партии Тепличный комплекс Гринленд Алатау И участниками по партийному списку городского филиала партии Свой визит в Алматинскую область Первый заместитель председателя партии Нуратан Начал с посещения ТОО Гринленд Алатау Это один из крупнейших и наиболее технически оснащенных Тепличных комплексов Общая площадь которого 10,5 гектаров По словам генерального директора ТОО Алмаза Даутова Тепличный комплекс оснащен самыми современными системами Среди которых капельное орошение, гидропоника, системы досвета, туманообразование и полный климат-контроль Также Даутов отметил, что производственная мощность комплекса составляет 6 тысяч тонн овощей в год Стоит отметить, что часть продукции экспортируется в Россию, часть попадает на рынки Алматы Общаясь с коллективом, а это ни много ни мало 240 человек Бауржан Байбек поинтересовался условиями труда, оплаты и предоставления социального пакета Скоро станут известны имена кандидатов в депутаты парламента и местных маслехатов К завершению подходят внутрипартийные выборы От города Капшагай в праймерис принимают участие 42 человека В рамках рабочего визита с ними встретился Бауржан Байбек В целом участниками были подняты интересные и требующие системного решения вопросы В том числе в сферах образования, строительства детских садов, газификации и водоснабжения в городе Капшагай И прилегающих к нему населённых пунктов Основная задача партии – говорить прямо и открыто с народом Мы, как правящая партия, должны доказывать слова действиями Я думаю, что кандидаты во время выборов должны содействовать нуждам населения После завершения выборов кандидаты с высокими рейтингами смогут принимать участие в партийных конференциях Потому вы должны знать, какие проблемы есть в городе и пути их решения Также нас радует, что в предварительных выборах участвует много действительно достойных людей, неравнодушных к проблемам населения Также Бауржан Байбек отметил, что все предложения и замечания, озвученные на праймерис, будут учтены при доработке 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району Уверен, что в честной и конкурентной борьбе победят самые достойные, завершил он Мнение каждого важно Львину долю членов партии Нуратан в Алматинской области составляют работники образования Из общего количества участников праймерис более 30% это учителя ЖТСУ От их взглядов может зависеть то, по какому направлению будет построена новая модель работы партии большинства Потом и в ходе рабочего визита в регион первый заместитель председателя партии провел встречу с работниками сферы Во время насыщенной беседы собравшиеся подняли ряд насущных вопросов Подробнее о них расскажет Ануар Магельдинов В последние годы в сфере образования в Алматинской области уделяется огромное внимание Свидетельство тому статистика, если в 2018 на развитие отрасли выделено более 163 миллиардов тенге То в нынешнем году порядка 321 миллиарда Как рассказали первому заместителю председателя партии Нуратан В регионе особый упор в работе делается на ликвидацию трехсменного обучения С целью решения вопроса с 2021 до конца 2024 года планируют построить 38 школ Решаются и вопросы, возникшие в нынешних реалиях В частности, речь идет о обеспечении учащихся техникой в период пандемии На сегодня из республиканского бюджета приобрели 13 840 компьютерных техники Это из республиканского бюджета Кроме этого, из местного бюджета на сегодня мы приобрели более 8 тысяч компьютерных техники Этот процесс будет продолжаться дальше В целом на компьютерные техники выделено более 12 миллиардов тенге Из них 8,6 миллиардов это из республиканского бюджета, остальные из местного бюджета Всего мы должны обеспечить 75 тысяч компьютеров Иметь компьютеры это часть дела Необходимо также быть обеспеченным хорошим интернетом Говорят учителя области, пришедшие специально на встречу с первым заместителем председателя партии Нур-Отан По словам педагогов, сеть отсутствует в основном в дачных массивах и отдаленных селах Решение по этому вопросу будет, причем довольно скоро, заявил глава области 10% от общего количества населенных пунктов слабо обеспечено И в том числе дачные вот эти участки Сейчас мы над этим работаем Время обозначено октябрь, первой половины октября Все должны мы закончить Там не может быть, чтобы дети бегали куда-то Вот как, помните, было такое Куда-то залазили на крышу или на бугорку К сожалению, есть Да, это есть сожалению Но сразу моментально решить невозможно Но мы все делаем для того, чтобы решить В ходе насыщенной и открытой беседы Учителя области задали ряд интересных и весьма важных вопросов Львиная их доля касалась самой актуальной мировой темы Работа в условиях пандемии коронавируса Вот у меня такой вопрос В Восточно-Казахстанской области выявлен ребенок 2-го класса, зараженный ковид Не считаете ли вы целесообразным на данный момент закрыть дежурные классы? Ведь здоровье учителя все-таки это, ну так скажем, обучаемость детей А у нас большая часть учителей старше 45 лет Здесь такой непростой баланс Здесь надо очень внимательно смотреть по количеству Но еще раз, по-моему, это данные Всемирного банка Каждый год, оказывается, во время войны они делали То есть, когда учебы нет, отложенный эффект идет, падение экономики Считается 2 миллиарда долларов потерь, по-моему, ежегодно в Казахстане Если мы один год дистанционно проучимся, это 2 миллиарда долларов потерь То есть, поэтому здесь надо очень четко посмотреть, подумать Есть специальная государственная комиссия во главе с премьер-министром Руководители регионов, они считают Потому что говорить надо, это ответственность, это жизнь людей А говорить нельзя, тут тоже семьи, работа, социализация Очень непростой вопрос Особое внимание собравшиеся уделили главной политической повестке страны Предстоящий праймерис Для учителей региона эта тема важна Более 30% от общего числа участников праймерис в Алматинской области Это работники образования Такое стремление участвовать в политической жизни республики Первый зампред высоко оценил Если представители учителей от партии Нур-Отан будут в каждом маслехате, мажелесе Они будут решать вопросы, поддерживать Потому что они знают эту профессию Как воспитывать детей, что для этого нужно сделать И мы по линии партии это очень поддерживаем Потому что мы заботимся о будущем Уже в это воскресенье учителя отметят свой профессиональный праздник В связи с этим первый заместитель партии Нур-Отан Горячо и душевно поздравил педагогов области Отметив их особую роль в становлении и развитии государства А в завершении встречи Баужан Байбек посетил новый дом студентов Первый заместитель председателя партии Нур-Отан дал высокую оценку объекту И подчеркнул архитектурную привлекательность здания Порядка 10 вопросов обсудили по итогам недели На рабочем аппаратном заседании в Акимате Алматинской области Под председательством Акима Аманды Кабаталова Как доложил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Регион к зиме готов Сформирован необходимый запас топлива По плану идет перевод котельных на газ Для населения, отапливающего жилье твердым топливом Поставка угля ведется планомерно На тупике областного центра ежедневно прибывает по 100 вагонов угля Стоимость за каждую тонну с прошлого года не изменилась 13-14 тысяч тенге Готовность ко второй волне коронавируса и пневмонии Также на контроле руководства области Инфекционную больницу обещают сдать в первых числах октября Кроме того, в области строятся кислородные станции Которые дадут возможность подвести жизненно необходимый газ к пациентам в палаты Два уже готова Итоги у нас 12 Всего 12, так и говорил Всего 12 На сегодняшний день Ты тоже, в первом октябре, вы мне обещали Все закончено Другие области тоже на селекторе говорили Три компании уже везут КамАЗами Когда закончишь? Они по 1 октября постараемся закончить Он говорит, ну, задержка если будет, два-три дня будет, не больше Потом вы мне отчитайтесь Я чуть позже спрошу у тебя И вот он выйдет на работу, твой куратор Вы мне должны Вот две больницы Это вот наша многопрофильная Алматинская областная И плюс вот эти вот больницы Готовность ко второй волне Специально совещание здесь проведу Особый акцент рабочего совещания На обеспечении школьников Компьютерами и планшетами Для полноценной работы В процессе онлайн обучения Своевременную уборку урожая И запуск второго сахарного завода В минувшую пятницу, 25 сентября Начал прием куст сырья К уксусский сахзавод 29 сентября по плану Этот процесс будет запущен на уксусском Продолжаем выпуск В Алматинской области Назначен новый руководитель управления цифровизацией Распоряжением Аким Алматинской области Им назначен Санжар Абдикаримула Нового руководителя представил Общественности заместитель главы региона Рустам Али Санжар Абдикаримула родился 7 октября 1990 года Имеет 4 высших образования Обучался в Российской академии народного хозяйства И государственной службы При президенте Российской Федерации В разные годы работал Ведущим специалистом АНК Помощником Акима Алматинской области Заместителем Акима города Капшигай Новый руководитель молод и амбициозен Подчеркнул зам Акима Он пожелал коллективу удачи и плодотворной работы К другим темам Сервисный Акимат начал работу в селе Иссык Имбекши Казахского района На сегодняшний день в регионе действует Уже 10 аналогичных открытых пространств Отныне жители района смогут получать госуслуги Не обивая пороги утверждений В одном здании находятся все необходимые специалисты В сервисном Акимате будет оказываться 46 государственных услуг Стоит отметить, что такой формат создает благоприятные условия для населения Формирует прозрачность и гласность Во взаимодействии государственных служащих и граждан Также здесь функционирует уголок самообслуживания Яков Кейзет Где можно самостоятельно получить электронные госуслуги Каждый житель района в режиме реального времени Может обратиться по любому своему направлению И также своему обращению для получения своей достоверной информации На сегодняшний день у нас 8 отделов Представители из 8 отделов Отдел жильц-коммунального хозяйства, жилой инспекции Отдел земельных отношений и градостроительства Отдел социальной программы и занятости Пользуясь случаем, борцы с коррупцией провели встречу с активом местных исполнительных органов В своей речи Жандус Жумабаев отметил, что переход на сервисный формат Акиматов всех уровней Идет в полном соответствии с концепцией слышащих государства Оперативность и продуктивность – главные требования к фронт-офису Поэтому не следует растягивать обработку заявок, передавая от сотрудника к сотруднику Дополнил он Также в рамках превентивной политики государственным служащим Рассказали об основных направлениях деятельности департамента От жителей Мишказарского района в адрес департамента поступает наибольшее количество обращений и жалоб На действия местных исполнительных органов района К примеру, это в сфере образования, жилья, здравоохранения и земельных отношений В этой связи руководителям государственных органов данное направление неоплодим взять на особый контроль В завершении рабочей поездки первый заместитель руководителя областного департамента Агентства по противодействию коррупции лично провел прием граждан Аделя Кжаркенова, Ербова Тантелов, Телеканал ЖИЦУ Премьер-министр Казахстана и президент Татарстана дали старт трем автомобильным проектам Общий объем инвестиций превышает 260 миллиардов тенге Средства направят на строительство заводов по выпуску чугунного литя И компонентов для мостов грузовой техники КАМАЗ в индустриальной зоне Кустаная Еще один проект связан с производством автомобильных шин в городе Сарани, Карагандинской области Премьер-министр Аскар Мамин также отметил, что объем производства в автомобилестроении с начала года увеличился почти на 52% А инвестиции в основной капитал выросли более чем в 6,5 раз и достигли порядка 9,5 миллиардов тенге Подорожание баранины в Казахстане прогнозируют эксперты Цена может вырасти по трем причинам Резкое увеличение спроса, инфляция и нехватка кормов Из-за засухи пострадали в основном южные регионы, где и произошло подорожание сена и злаковых культур По данным Национальной ассоциации овцеводов Казахстана, средняя мировая цена на мясо тоже растет И сейчас держится на уровне 5 долларов за килограмм А вот экспорт мяса в этом году почти втрое сократился из-за карантинных ограничений и проблем с логистикой Дело в том, что казахстанскую баранину в Россию, Иран, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты поставляли в основном самолетами Если в прошлом году было продано больше 3000 тонн мяса, в текущем не более 1000 Всемирный день туризма любители активного отдыха отметили походом в горы Захватывающие виды и красота природы Вот что привлекает активистов в Житусском крае Кроме этого, в Алматинской области подвели итоги летнего сезона С какими итогами туристическая отрасль встретила свой профессиональный праздник И какие планы на будущее, расскажет наш корреспондент В Алматинской области можно развивать все виды туризма Большим спросом пользуется направление эко, то есть путешествие по национальным паркам, озерам и сакральным местам Особенно в период пандемии спрос на путешествия по внутренним маршрутам значительно вырос В том числе и в окрестностях Текили У нас есть очень интересные маршруты Очень интересные маршруты, как и пешие, так и мото и квадро Человек, кажется, познает себя А тем более любовь к природе Но это в первую очередь У нас этнический туризм, экотуризм Любого формата Поздравляю всех, кто занимается развитием туризма Кто увлечен туризмом Кто любит природу Всех с праздником Всем добра, счастья и чистого неба над головой Наибольшим спросом среди туристов пользуется Каринское ущелье длиной в 90 километров Маржана Бельгалиева отпраздновала День туризма вместе с семьей походом вдоль реки Кура Привлекает любительницу активного отдыха, свежий воздух, захватывающий вид и природа Благо, достояние края ЖТСУ в шаговой доступности На этот раз энтузиастка преодолела пятикилометровый пеший маршрут Есть в этом своя романтика, делится Маржан С пандемией этой более часто начали выезжать Наши края Много красивых мест в нашем Житисусском крае Постоянно, то есть активно отдыхаем То есть ведем активный образ жизни На природе, как говорится, чистый воздух С детьми Здесь, во-первых, воздух, самый чистый Красота, то есть природа Горы, река В рамках Международного дня руководство управления туризма в Матинской области Поощрило отличившихся работников сферы Внесших весомый вклад в развитие туристической отрасли региона А также подвело итоги летнего сезона В этом году побережье водоемов Алаколя, Капшагая и Балхаша Посетили более миллиона отдыхающих Это хороший результат, говорят специалисты Учитывая то, что пандемия внесла свои существенные коррективы Радует то, что крупные туроператоры, которые работали на выездной туризм Они переключились на внутренний туризм То есть они предлагали уже пакеты именно для казахстанцев То есть это тоже такой хороший тренд Хороший тренд, что многие жители Казахстана узнали о своей стране больше Благодаря тому, что были закрыты границы В этом году большая нагрузка именно по туристскому потоку была на национальные парки Это и Кульсай-Кульдеры, Чарына, Алтанемель, Жонгара-Латау Увеличилось количество посещений именно по внутреннему туризму В целом за последние пять лет туристическая отрасль показала рост объема потока туристов Для дальнейшего развития сферы Акимата Малматинской области и Управлением туризма Будут разрабатываться еще много привлекательных проектов В планах развить инфраструктуру жемчужин ЖТСУ Внедрить перспективное направление караванник Путешествия на автодомах под специальным турмаршрутом Их благоустройство А также в скором времени создадут специальную цифровую карту-путеводитель Где будут показаны все достояния, сакральные места, озера и туристические объекты Семеречья Мы вместе, мы помним, мы гордимся По таким девизам в Талдыкургане прошел традиционный фестиваль «Радуга ЖТСУ» Организован областным русским центром уже в 19-й раз В этом году он был посвящен 75-летию Великой Победы На концерте побывала наша съемочная группа В Доме Дружбы звучат трогательные и любимые всеми песни о войне Фестиваль «Радуга ЖТСУ» всегда проходит ярко и масштабно Однако в этом году, учитывая мировую ситуацию В нем приняли участие артисты и творческие коллективы Всего из семи районов области В том числе такие известные ансамбли, как «Гжель» и «Рябинушка» Пандемия внесла свои коррективы и в сроки проведения фестиваля Который традиционно организуется в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры Это мероприятие всегда проходит в мае месяце Был карантин и поэтому в связи с небольшим послаблением карантина Значит, данное мероприятие мы проводим сейчас Это мероприятие в этом году посвящено большой дате 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Подвиг наших дедов-прадедов должен оставаться в памяти Каждого из нас и даже наши внуки и правнуки Которые никогда их не видели, но они должны знать об этом и помнить За активную работу в течение года и участие в фестивале «Радуга ЖТСУ» Представители районных филиалов Русского центра и члены творческих коллективов Отмечены благодарственными письмами и памятными подарками По общему мнению, форум, посвященный юбилейному году, выполнил свою задачу Ведь участники встречи еще раз вспомнили, какой ценой досталась нам Победа в Великой Отечественной войне Победа в Великой Отечественной войне Надежда Белова, Нурбек Журенбаев, Телеканал ЖТСУ Более 1100 домов города Текелей проинспектировали сотрудники ЧАЭС В рамках месячника противопожарной безопасности С ходом проводимого мониторинга в частном секторе моногорода Ознакомился наш корреспондент 15 сентября в Алматинской области стартовал месячник противопожарной безопасности Он направлен на разъяснение населению мер безопасности В предстоящий отопительный период В рамках мероприятия сотрудники отдела ЧАЭС и личный состав пожарной части номер 15 города Текелей Совместно с участковыми полицией проводят рейды по жилым домам частного сектора Во время обходов особое внимание уделяется подготовке к эксплуатации приборов отопления И состоянию дымоходов Ведется масштабная профилактическая работа с населением По результатам обхода жилого сектора Жителям, нашим личным составом Даются органитарные разъяснения правил пожарной безопасности в быту На сегодняшний день у нас на учете стоят 4214 домов Личным составом проведен обход жилого сектора На сегодняшний день 1140 домов По сравнению с прошлым годом у нас наблюдается снижение пожаров на 40% В преддверии отопительного сезона сотрудники ДЧА Салматинской области Объявили акцию «Рука помощи» В её рамках личный состав пожарной части номер 15 города Текелей Обходит частные дома, где проживают инвалиды и многодетные семьи И помогает им прочистить дымоходы и проверить исправность печей Мы помогаем семьям, относящимся к категории социально уязвимых Проживающих в частном секторе Списки нуждающихся нам предоставляет отдел соцзащиты Обходы проводим ежедневно в рамках месячника За день обходим 60-70 домов Представители ЧАЭС и противопожарной службы Рекомендуют прочищать дымоходы не реже двух раз за отопительный сезон Также важно следить за целостностью самой печи Своевременно устранять повреждения и трещины Отметим, что за текущий год в Алматинской области Произошло около 700 пожаров в домах частного сектора В огненной стихии пострадало 22 человека Евгения Присяжная, Абылай Кутербай, телеканал ЖТСУ, Текели Такими событиями был насыщен уходящий день Спасибо за внимание, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова